Как мусульманин, чему учит Коран относительно, скажем, гомосексуализма? Например, чему он вас учит? Итак, в исламе любая склонность не является греховной. Хорошо. Но определенные действия, если они проявляются в поступках, они греховные. Да, хорошо. Но наша парадигма по-прежнему заключается в том, что мы всё оцениваем в соответствии со священным писанием, основой морали. И, исходя из наших рассуждений и исследований, мы приходим к выводу, что оно действительно исходит от Создателя. Да, и затем мы следуем этому руководству. Конечно. Я бы сказал, человек, который не верит в Создателя, атеист, должен, по крайней мере, признать, что его чувство морали полностью субъективно и зависит от культурных особенностей. И его воспитание и характер во многом влияют на то, как думает этот человек. Да. Например, речь шла о бенцесте. Допустим, отец бесплоден. Хорошо. И он хочет жениться на своей дочери. Верно. И с точки зрения вреда, он бесплоден. Она хочет, и он хочет. Как бы ты мог сказать, послушайте, это неправильно с моральной точки зрения. И снова это... Но мне просто интересно, знаешь, насколько страстными могут быть люди. И этот конфликт между ними, понимаешь, не агрессивный, но, как я уже сказал, насколько это их возбуждает. Что они просто идут друг за другом, понимаешь? Это очень интересно. На самом деле, предписанный способ сделать это согласно Исламу. Коран говорит, оттолкни зло тем, что лучше. Верно, верно, верно. Итак, если кто-то настроен враждебно, или он ведет себя немного агрессивно, или что-то в этом роде, ответь ему чем-то лучшим. Да-да. И Аллах говорит еще кое-что в продолжении аята. Он говорит, и тогда тот, с кем ты враждуешь, станет для тебя словно близкий любящий родственник. Другими словами, знаешь, строй мосты. Да, не разрушай мосты. Потому что таким образом мы ни на что никогда не согласимся. Верно. Так что это исламский путь. К сожалению, иногда наши страсти и наши эмоции берут верх над нами. Да, конечно. Или иногда отсутствие манер, или что-то в этом роде. Ты сказал, ты атеист, или... Я определяю себя атеистом. Атеист, хорошо. Итак, если бы я спросил тебя, почему ты атеист, чтобы ты ответил мне на этот вопрос. Ну, это личная вера, личный опыт жизни. Я чувствую, что... Есть доказательства, опровергающие существование Бога. Или любых богов. Мой главный аргумент в том, что... То есть ты говоришь, что есть доказательства, или... Я говорю, что есть доказательства, которые опровергают его существование. О, понял. Могу ли я спросить тебя, что это могут быть за доказательства? Лично я чувствую, что дело в количестве, как бы... Я пытаюсь подобрать правильное слово. Я полагаю, несправедливости и ненависти и негативы в мире. Хорошо. Я чувствую, что многие вещи очень жестоки. Многие вещи очень несправедливы. Конечно. И знаешь, если всемогущее существо существует... Давай подвинемся немного туда, потому что здесь довольно шумно. Извини. Здесь довольно шумно. Так нормально? Да. Если есть всемогущее существо, всезнающее существо, которое все блага и любит свои творения... Почему тогда он допустил эту несправедливость в своём мире? Для меня это является главной вещью. И, очевидно, у меня был личный опыт смерти членов моей семьи. Совершенно несправедливо. Много лет назад я потерял бабушку. Около 10 лет назад у неё был рак. Я думаю, ей было всего 60. Хорошо. Я чувствую, что её жизнь просто оборвалась. Я считаю, что это очень несправедливо. Она была хорошим человеком. Она заботилась о многих людях. Она была очень самоотверженным человеком. И я чувствую, что если в этом мире есть такие люди, которые существуют, чтобы творить добро, чтобы в конечном итоге быть добрыми... Почему их забирают? Для меня это большой аргумент. Проблема зла и такого рода беспокойство людей на самом деле очень распространенное. Да. Я имею в виду, я бы сказал на это, что в твоём анализе есть некоторые предположения. И одно из них заключается в том, что если бы Бог существовал, то этого бы не было. Верно. А если это существует, значит, что Бога нет. Хорошо. Я бы сказал тебе, что это твоё предположение, понимаешь? А что, если Бог на самом деле сказал тебе, что Он создал мир с испытаниями, и с невзгодами, и трудностями, и Он испытывает нас жизнью и смертью, болезнью и здоровьем, богатством и бедностью, и что именно так Бог создал мир. Верно. Тогда твоё предположение будет неверным, предполагая, что Бог не будет этого делать. Понимаешь? Верно. Это первое. Во-вторых, то, что нам говорится из исламской парадигмы, заключается в том, что как только все вопросы будут решены после судного дня, и все расчёты будут сделаны, Да. Аллах возьмёт человека, который больше всего страдал в этом мире и за всю человеческую историю, и просто на мгновение окунёт его в рай, на долю секунды. Да. И спросит его, «Ты видел какое-нибудь страдание в этом мире?» И человек ответит, «Клянусь тобой, мой Господь, я не видел страданий». Верно, верно. Другими словами, то, что мы воспринимаем как великие испытания или скорбь, или страдания в этом мире, в более широкой картине, то есть в вечной жизни, в будущей жизни, награда, которую мы можем получить за терпение и благодарность за трудности, которые мы пережили, они будут настолько велики, что эти трудности и невзгоды покажутся незначительными. Я понял, я понял. Это затмевает всё. Да. Например, знаешь, когда ты был ребёнком, у тебя прорезались зубы. Да-да. Прорезание зубов — довольно сложный процесс для ребёнка. Верно. Он много плачет, и... Ты помнишь, когда у тебя прорезались зубы? Нет-нет. Ты понимаешь мою точку зрения? Я понимаю, что ты имеешь в виду. Так что первая проблема заключается в том, что любое предположение, которое ты можешь сделать, тебе следует задаться вопросом, действительно ли Бог не разобрал это конкретное предположение? Может быть, я просто неправильно понял? Верно. Это первое. Думаю, мы вроде как объяснили, и, возможно, ты в какой-то степени согласен. Я понимаю. Да-да. А теперь давай вернёмся к началу всего и проследуем логически. Дело в том, что с атеистической точки зрения ты приходишь к выводу, что Вселенная и всё, что в ней существует, имеет материальную причину. Верно. И это не может быть чем-то сверхъестественным, как Создатель, или что-то ещё. Но если мы посмотрим на эту концепцию, то каждая материальная причина нуждается в объяснении. Да. Потому что она зависит от чего-то, что ей предшествует. Да, правильно. Так что во Вселенной есть гелий, водород, железо и все эти вещи. Им нужно объяснение. Тот факт, что они собраны особым образом, требует объяснения. Хорошо, понятно. Чего у нас не может быть, так это бесконечная серия материальных объяснений. Потому что ты никогда не сможешь пройти бесконечное количество шагов, чтобы добраться до этого шага, где ты и я говорим. Да-да, верно. Потому что если бы нам пришлось возвращаться бесконечно, не было бы сегодняшнего дня, и не было бы настоящего. Хорошо. Поэтому кажется логичным, что должна быть первопричина, или первый шаг, чтобы от него вышло всё остальное. Хорошо, хорошо. И теперь мы можем сказать, что это первопричина, или необходимое существование, которое стоит в основе всех других существований. Оно должно обладать определенными качествами. Как ты думаешь, какими атрибутами оно должно обладать? Я даже не знаю, как ответить на этот вопрос. Я помогу. Сила, энергия. Да, я бы сказал, сила и энергия. Да. Воля. Чтобы воплотить в жизнь то, что он хочет и когда он захочет. Умение проектировать, измерять вещи. И когда мы смотрим на это необходимое существование, или первопричину, всё это очень похоже на своего рода создателя, не так ли? Да. Я понимаю, что ты имеешь в виду. И я думаю, что это вполне. Для меня, по крайней мере, это очень рациональный способ прийти к, по крайней мере, возможности. Хорошей возможности. Да. Или хорошего аргументированного аргумента в пользу этой первопричины. Да, конечно. И следующий шаг, я бы сказал, заключается в том, что если признать, что такая возможность существует, и это кажется довольно веским аргументом, да, мы можем задаться вопросом, взаимодействовало ли это существо или это существование каким-то образом со мной или с нами, где мы могли бы оценить наше собственное существование и понять, почему мы здесь, для чего мы были созданы. Да, понимаешь? Верно. Вот в чем вопрос, не так ли? Верно. И поэтому, например, мы как мусульмане, когда смотрим на Коран, мы находим эти ответы. Потому что Аллах говорит в Коране, во второй главе, насколько я помню. Честно говоря, я не уверен, во второй ли это главе. На самом деле, возможно, я неправильно даю ссылку. Но там сказано, Аллах говорит, я создал джинов и людей только для того, чтобы они служили или поклонились мне. Верно, верно. И в контексте Корана даже улыбка является поклонением, потому что это распространение добра. Да-да, это даже форма благотворительности. Покупка кому-то кофе или относиться к бездомным с добротой – все это благотворительность. И все это рассматривается как поклонение и служение. Конечно. Но высшим поклонением для нас является подчинение воле Создателя. И затем следующее – совершать пять ежедневных молитв. Верно. Со всей искренности к Богу. Да. И все остальные аспекты жизни – быть добрым к матери, добрым к своему отцу, добрым к человечеству. Благотворительность, милосердие, верность, честность, хороший этикет, хорошие манеры – все это для нас, мусульман, является частью поклонения. Будучи мусульманином, потому что один из моих друзей – мусульманин. Сейчас я его не так часто вижу, потому что он женился. Поздравляю его. Хорошо. Итак, обычно так бывает. Абсолютно. Я также поздравляю его. Но вы, ребята, не женаты, верно? Нет. Но вы вместе. Да, мы вместе. Вы вместе. Ты все еще должен получить от нее разрешение, чтобы говорить со мной. Да, это правда. Это часто происходит после свадьбы, верно? Ты должен себе это представлять. У меня нет надежды. Итак, с моим другом, потому что он, ну знаешь, очень набожный в своей религии. Он постился. Вы делаете это два раза в год? Это 29 или 30 дней, один раз в году. Раз в год? Да. Да, очевидно, что он проходит через это. Итак, очевидно, что какова основная причина периода поста? Аллах говорит в Коране. Вам предписан пост, как он был предписан людям до вас. Верно. Таким образом, вы можете достичь богобоязненности. Такое означает осознание Бога. Или связь с творцом. Да. Итак, у всех нас есть определенные желания в жизни. Они очень, скажем так, инстинктивны. Они неуправляемы. И голод и жажда определенно являются одними из таких вещей. Верно. И что мы обнаруживаем, даже когда изучаем психологию, это то, что когда мы ограничиваем себя и сами контролируем свои желания, на самом деле это оказывает огромное влияние на многие другие аспекты жизни. Да. Уметь сдерживать и контролировать себя. Хорошо. Так что это также считается месяцем сдерживания и контроля себя. Скажем так, более соблюдающим свою религию и вероисповедания. Да. Это период тренировок, который помогает нам сохранить здоровье в оставшуюся часть года. Да. И все мы знаем о физических пользах поста. Но по сути, Коран говорит, чтобы вы могли достичь богобоязненности. Так вы сможете достичь близости Бога. Верно. Но теперь мы понимаем посредством медицинской науки, психологии и социологии, и всех других наук, которые у нас есть, что на самом деле от поста очень много пользы. Да. Помимо физических, умственных и психологических преимуществ, есть еще много других преимуществ. Я понял. А как мусульманин... Опять же, мой друг, у него на этот счет свои взгляды. И это абсолютно нормально. Знаешь, ему позволено все, что он хочет. Как мусульманин, чему учит Коран относительно, скажем, гомосексуализма? Например, чему он вас учит? Итак, в исламе любая склонность не является греховной. Хорошо. Но определенные действия, если они проявляются в поступках, они греховные. Да, хорошо. Физический акт, который совершает двое мужчин, запрещен. Между мужчиной и мужчиной, или мужчиной и женщиной. Аллах сделал это харамом. Верно. И мы считаем, что все, что Аллах сделал харамом или запрещенным, это вредно. Верно. Итак, Аллах сделал это действие вредным. Верно. Если бы у меня была склонность находить мужчин привлекательными, я бы не смог проявить это посредством физического сексуального взаимодействия. Я понял. Хорошо. Потому что это было бы грехом в исламе. Верно. Я понимаю. Так что это не выходит за рамки, скажем, не выходит за рамки головы, не выходит за рамки мысли. Да. Я имею в виду, некоторые люди утверждают, что у них есть склонность к детям, к маленьким детям. Да, да. Мы бы рассматривали это как, если это проявляется в действии, это было бы огромным грехом. Да, да. С культурной точки зрения. С юридической точки зрения. С точки зрения ислама. Да. Да. Но гомосексуальность в исламе, если она проявляется физически, это абсолютно запрещено и храм. Поэтому мы не приукрашиваем нашу религию. Да, да. И то же самое относится к гетеросексуальным отношениям между мужчиной и женщиной, которые не могут вступить в брак. Я понимаю. Если они занимаются половыми отношениями вне брака, это тоже храм. Это запрещено. Хорошо. Хорошо. Так что здесь не просто говорится, что этот конкретный акт между мужчиной и мужчиной является храмом. Но даже между мужчиной и женщиной это храм, если это вне брака. Я вижу, я вижу. Хорошо, хорошо. Это интересно. Я не знал всех тонкостей этих вещей. Итак, мы бы сказали, что с точки зрения исламской парадигмы, какие бы у вас ни были склонности, это твоё испытание. Если ты переносишь его с терпением, и ты благодарен Аллаху за всё остальное, что Аллах тебе дал, да, тогда ты получишь рай. Да, конечно, конечно. Скажем, если мужчина не может жениться, может быть, у него какая-то инвалидность, может быть, у него нет финансовой возможности, и он сдерживает себя от отношений вне брака, тогда за его уровень терпения и сдержанности будет вознаграждён. Да, будет щедро вознаграждено. Да-да, я понимаю. И мы верим. На самом деле Аллах говорит, что за любое малейшее неудобство, вознаграждение, которое Аллах даёт в будущей жизни, настолько велико, что человек в тот день пожелает, чтобы он не видел в мире ничего хорошего. Верно, верно. Итак, наша парадигма всегда заключается в том, что эта мирская жизнь проходит за мгновение ока. Она очень коротка. Да, у нас есть свои испытания, у нас есть свои невзгоды. Некоторые люди утверждают, что они родились такими. Хорошо, если ты так чувствуешь, да, если ты так полагаешь, просто не проявляй это в действии. Аллах научил нас, что некоторые вещи Аллах сделал аморальными и несправедливыми. Независимо от того, как адаптируются или меняются культурные нормы общества и делают вещи приемлемыми или доступными. Но наша парадигма по-прежнему заключается в том, что мы всё оцениваем в соответствии со Священным Писанием, основой морали. И исходя из наших рассуждений и исследований, мы приходим к выводу, что оно действительно исходит от Создателя. Да, и затем мы следуем этому руководству. Конечно. И мы не говорим, «Я верю, что это от Бога, и что нет другого объяснения, кроме этого. Но я считаю, что я не буду делать этого». Верно. «На самом деле так нельзя делать». Да, конечно. Но, конечно, если ты не убеждён и не принимаешь это как Священное Писание, тогда, конечно, у тебя может быть другое мнение, верно? Но я думаю, что важнее... И я всегда говорю это нашим друзьям, что почему я должен верить, что Коран от Бога. Это фундаментальный вопрос, который следует задать в первую очередь. Да. Потому что, смотри, если будет установлено, что это не от Бога, то, откровенно говоря, гомосексуализм, ну и все законы ислама, апосте, молитве, всё становится неважным. Да, всё проваливается. Верно. Всё рушится. Потому что нет фундамента. Конечно. Это просто становится утверждением, сделанным мной, или им, или ей, или кем-то ещё. Братья и сёстры, прошу, ставьте лайки и пишите комментарии, чтобы как можно больше людей получили пользу от этих видео. И также делитесь со своими знакомыми. Итак, я призываю людей сделать следующее. Аллах говорит в Коране, «Эта книга чудо». Я бы сказал, задай вопрос, что делает его чудом. Почему это чудо? Хорошо. Почему это нечто, что нельзя объяснить иначе, кроме как то, что оно от Бога? Да. Если серьёзно подойти к этому вопросу, ты придёшь к выводу и будешь убеждён, что на самом деле знаешь, это что-то очень сильное. Да. Тогда будет разумным последовать ему. Да. Думаю, можно сказать, что моя вера в человечество... Но я всегда твёрдо верил в свободу слова. У каждого есть своё мнение. Да. У меня есть определённые мнения, пока, скажем так, если они ненавистны, и если они агрессивны, понимаешь, если они аморальны... Да. Если у тебя есть своё мнение, то у тебя есть своё мнение. Но я считаю, что если она до такой степени, то тебе не обязательно нужно действовать в соответствии с ним. Понимаешь? Так что, например, возвращаясь к моему другу Азу. Мой друг Аз, он... Я бы не сказал, что он гомофоб, но очевидно, что у него есть своё мнение. Он привязан к своей религии. Он очень... Понимаешь? Да. Он имеет на это право. Но я не позволю этому беспокоить меня. Я просто думаю, но у него есть свои взгляды. Из-за его воспитания, из-за его религии, из-за того, кем он является. А у меня есть своё мнение по той же причине. Да. Просто мы на разных длинных волн. Да. Но знаешь, я с уважением не согласен, и это нормально. Да. Потому что это моё право так же, как и твоё. Верно. Но я думаю, это здорово, что у людей есть такая свобода. Я думаю, это необходимо в обществе. Да. Нам нужны эти свободы. Я полностью... Смотри, я полностью согласен с тобой. Лично мне кажется, что этим словом гомофоб часто злоупотребляют. Злоупотребление в том смысле, что я могу не одобрять определённый образ жизни, пока я не дискриминирую этого человека. И именно поэтому я был сдержан в своих выражениях, когда говорил о своём друге. Я бы не охарактеризовал его так, пока я не собираюсь проявлять ненависть. Знаешь, то, что ты делаешь в своей спальне, это не моё дело. Да, именно. Потому что это между тобой и Богом. Да. И все грехи, которые я совершаю, между мной и Богом. Да. Не мне судить тебя, и не тебе судить меня. Но если ты спросишь мои принципы из моей религии, ты принимаешь это, или это грех и харам? Я должен быть честным. И я должен сказать, послушай, Аллах сказал нам, что это грех и запрещено. Да. И мы этого не принимаем. Точно так же, как я думаю, что гетеросексуальные мужчины и женщины вне брака, если они занимаются половыми отношениями, это грех и запрещено. Да. Независимо от того, кто это делает. Однако сегодня, по моему мнению, происходит то, что либерализм и секуляризм навязывают свои взгляды, которые связаны с культурными нормами и чувствами, которые прогрессировали. Я бы не сказал, что они обязательно прогрессировали за счёт интеллекта или интеллектуальности, или чего-то такого. Я думаю, что это просто стало нормой в обществе. Да, да, да. И как следствие, они говорят, что это абсолютная истина, и что все должны принять это. И я думаю, что это так же опасно, как крайней формой, например, коммунизма или любого другого изма. Да, я полностью согласен. Поэтому людям должно быть позволено сказать, «Послушайте, я думаю, что это грех, согласно моей религии. Вы вольны делать то, что хотите, но не лезьте к другим. В конечном счёте, потому что, знаешь, это твоя жизнь, и это между тобой и всемогущим Богом». Абсолютно, я полностью согласен. Но я думаю, что сегодня происходит то, что на людей просто навешивают ярлыки, особенно на религиозных людей. Что, «О, если ты говоришь, что это грех, тогда ты гомофоб». Верно, верно. Правильно? Чтобы заставить замолчать дебаты и заставить замолчать дискуссию. Я действительно думаю, что это не очень полезно. И я думаю, что этим они просто как бы закапывают вещи под землю. И тогда мы не сможем вести эти разведывательные дискуссии. Да-да. Я думаю, что в конечном итоге ты увидишь, я бы сказал, человек, который не верит в Создателя, атеист, должен, по крайней мере, признать, что его чувство морали полностью субъективно и зависит от культурных особенностей. И его воспитание и характер во многом влияют на то, как думает этот человек. Да. Так что, если бы ты родился сто лет назад, возможно, у нас не было бы этого разговора. Нет, нет. Потому что ты, вероятно, согласился бы со мной. Что? Да, это грех, это плохо, это неправильно. Верно? Так что же теперь изменилось? То же самое. Извини, как тебя зовут? Джейкоб. Джейкоб. Аббас. Итак, Джейкоб сто лет назад биологически-физически такой же, как сейчас. Однако его взгляды сильно отличаются от взглядов сегодняшнего Джейкоба. Да. Поэтому мы, как мусульмане, говорим, что мы не полагаемся на социальные сети или СМИ или актеров и актрис, чтобы они рассказывали нам, что морально, а что аморально. Да. Или правительства, которые часто сами аморальны в своих действиях, чтобы они учили нас морали. Для нас, мусульман, наш моральный кодекс исходит из того, что мы считаем более объективным, объективным источником, которым является Создатель. Верно, верно. И в действительности для любого человека важно понять, говорил ли Создатель это или нет. Есть ли веская причина верить в Создателя? Есть ли веская причина верить, что эти моральные вопросы были обсуждены и рассказаны нам Создателем? Да. Это имеет первостепенное значение. Да. Потому что, если мы будем основывать наше мнение на чувствах, ведь чувства очень изменчивы. Да-да, несомненно, они меняются. Да. Что бы сказал Джейкоб из прошлого, если бы нам удалось его заморозить на сто лет? Будем на это надеяться, а затем вернуть его к жизни, или что-то в этом роде, верно? У него может быть совершенно другое мнение о том, что мы сегодня обсуждали. Да. И знаете, сейчас есть движение, где, например, педофилы говорят, нам должно быть разрешено иметь кукол, знаешь, секс-кукол по образу маленьких детей. Теперь подумайте об этом. Да. Исходя из чисто секуляристских, либеральных, материалистических основополагающих убеждений, как бы вы возразили, что это неправильно? Я полагаю, да. Дело в том, что, как ты только что сказал, знаешь, это серая зона, потому что это, очевидно, это не человек. Верно. Это не физическое существо. Это неразумное существо, не так ли? Мы говорим, очевидно, что этот аспект есть. Это означает, что теоретически никакого вреда не будет. Но тогда тебе, я полагаю, нужно посмотреть на контекст того, что стоит за этим. И почему человек думает, что, знаешь, что это что-то нормальное. Это довольно трудный вопрос. Это то, что я пытаюсь объяснить тебе. Мораль очень трудно привязать к чему-либо, если она основана исключительно на материализме или социальном согласии. Да, да. Итак, например, знаешь, в чем еще одна проблема? Например, речь шла о бенцесте. Допустим, отец бесплоден. Хорошо. И он хочет жениться на своей дочери. Верно. У большинства из нас есть внутреннее концептуальное отторжение этому. Неприязнь. Да, да. Даже если мы были бы нерелигиозными, да, да, мы бы сказали, что это просто неправильно. Знаешь, если бы твоя знакомая женщина, она сказала, я выхожу замуж за своего отца, ты бы подумал, что там происходит? Там что-то происходит. Да, да. Это не совсем правильно. И с точки зрения вреда, он бесплоден. Она хочет, и он хочет. Как бы ты мог сказать, послушайте, это неправильно с моральной точки зрения. И снова, это... Опять же, ты прав. Это моральное мнение. Это... Это полностью переходит к черту. Но это не моя семья. Это не... Опять же, я могу высказать только свое мнение. Я могу только сказать, подруга, это совершенно неправильно. Да, так что, понимаешь, я не могу сделать большего. Я не могу высказать ей свое мнение. Видишь, ограничения, которые мы имеем сейчас в области морали. Да, да. Тогда как нам определиться, когда дело касается морали? И я считаю, что единственный способ сделать это, это обратиться к Создателю. Верно. И даже если своим интеллектом и своим разумом ты, возможно, не сможешь объяснить, что что-то плохо или хорошо, потому что это очень сложно, не так ли? Потому что это очень серые зоны с материалистической точки зрения. Верно. Кроме того, что ты просто чувствуешь себя плохо. Да. Тебе придется обратиться к Создателю, потому что Аллах говорит, что это запрещено. Верно. Ты не можешь жениться на своей тете, ты не можешь жениться на своей дочери, ты не можешь жениться на своем сыне. Да. Все эти вещи разъяснены. И Аллах сделал это харамом запретным. Да. И теперь у вас могут быть определенные культуры, которые скажут, ну, вообще-то... И, кстати, некоторые европейские страны говорят о праве на близость с членами своей семьи, если они согласны на это. Верно. Например, брат и сестра. Хорошо. Верно. И я считаю, что единственный способ, которым вы можете с твердой уверенностью, весомым якорем сказать, смотрите, это выходит за рамки. Да-да. Это неправильно с моральной точки зрения. Вы можете сделать это, только если обратиться к Богу. Вам придется обратиться к религии. Я понимаю. Хорошо. Другого пути нет. Итак, чего бы я хотел от тебя, и от тебя, сестра, это... Слушайте, мне очень легко предъявлять претензии. Да, я могу утверждать, что Коран это, ислам это. У вас может быть свое собственное восприятие. И, конечно, вы знаете, у каждого из нас есть свой багаж. Да, да. Потому что мы смотрим что-то в средствах массовой информации, читаем что-то. Вообще-то, это мой друг Имран. У меня здесь прекрасная дискуссия с братом Джейкобом. Это действительно прекрасная дискуссия. Он врач, как и ты. Так что, если тебе понадобится медицинский совет, просто шучу. Извини, извините. Итак, что я хотел бы сказать вам, мои брата и сестра, это то, что мне очень легко стоять и делать громкие заявления. Да, да. Но Аллах дал вам способность рассуждать и интеллект. Да. И я считаю, что большая часть этих средств должна быть потрачена на то, чтобы выяснить, есть ли истина в этих людях, посланниках и пророках, которые периодически появлялись на протяжении всей истории. Да. Которые утверждали, что они были посланы Создателем. Хорошо. И затем преподнесли откровение как руководство для человечества. Или есть ли какая-то истина, или причина, или доверие, чтобы следовать этим указаниям. Верно. Я надеюсь, что вы прочитаете Коран объективно. Хорошо? Настолько объективно, насколько это возможно. Проанализируйте это сами. Хорошо. Проанализируйте утверждение. Что они говорят? Почему я должен верить этому? Да. Каковы причины утверждения, что это чудо? Могу ли я каким-то образом обосновать любое из этих утверждений? Да, да. И воспользовавшись своим разумом и своим расследованием, если вы убеждены, примите это. А если вы не убеждены, то это между вами и Богом. Конечно. По крайней мере, вы дали этому сбалансированный взгляд и честное ощущение, честный анализ. И это всё, что мы просим людей здесь сделать. Речь не идёт о том, чтобы быть продавцом автомобилей и пытаться продать вам сломанную машину. Да, да. Речь идёт о том, чтобы сказать, смотри, вот машина. Сделай тест-драйв. Возьми своего механика, пусть он посмотрит на это. Я понимаю. Проведите полную проверку. Хорошо. Если хотите, храните его в течение года. Если тебя это устраивает, то приходи и заплати мне. Это действительно интересный взгляд на это. Для нас это не сложная задача. Да, да. Потому что мы верим, что ислам – это истина. Мы верим, что любой, кто подойдёт к этому с открытым разумом и открытым сердцем, примет это. И по сути, мы обнаруживаем, что… Я думаю, это был опрос моря или опрос голопа. Они обнаружили, что самая быстрорастущая религия на Западе среди аспирантов, средний возраст которых составляет от 27 лет, это мужчины 28% и 72% – это женщины. Они принимали ислам. Хорошо. И среднее время, в течение которого они проводили это исследование, составило около 7 лет. При изучении сравнительного религиоведения. Верно? Так что это были образованные люди, кто явно проводил своё расследование и исследование. Да. И они нашли в исламе то, чего не находили больше нигде. Мне очень понравился наш разговор с тобой, Аббас. Итак, я бы хотел подарить вам бесплатные Кораны. Если у тебя есть что-то, я буду рад ответить. Какова ваша позиция? Как я объяснил Аббасу, на данный момент я чувствую себя атеистом. Но мне действительно понравилось это обсуждение. Было так интересно слушать. Потому что, как я уже сказал сейчас, я не очень часто разговариваю со своим другом-мусульманином. Конечно. Полагаю, мне было интересно услышать, что вами движет, во что вы верите, понимаешь? Это очень интересно. Знаешь, Джейкоб, я имею в виду, что, родившись здесь, и доктор Имран также родился здесь, мы прошли западное образование, западную жизнь. Многие из нас задавались вопросом. Мои родители мусульмане. Большое спасибо. Знаешь, мои родители мусульмане. Почему я должен быть мусульманином? Знаешь, потому что наука, кажется, знает ответы на все вопросы. И так далее, и тому подобное. Да-да. И мы прошли через это, можно назвать, кризисом. Можно назвать это просто периодами в нашей жизни, когда мы ставили под сомнение многие вещи. И большинство из нас, с кем я говорю, особенно те, кто на самом деле говорит с другими об исламе, сами прошли этот путь. И они задавали эти вопросы, они исследовали, они действительно внимательно изучали. И это было основано на разуме и доказательствах. Да, я бы так сказал. Хорошо. Это не просто беспомощные мысли вроде «О, мне от этого хорошо» или «У меня было видение». Да-да, «Я видел что-то» или «Я чувствовал что-то». Знаешь, хорошо, видеть или чувствовать, каждый может это утверждать, верно? Да-да. Я имею в виду, что даже человек, страдающий психическим заболеванием, может сказать, что «Я видел много видений и слышал много голосов». Верно. Это не значит, что это правда, верно? Аллах в Коране говорит нечто очень интересное. Знаешь, Аллах говорит «Приведите ваши доказательства, если вы говорите правду». Против Корана, против Ислама. Верно. Речь идет о доказательствах. Вот наши доказательства, вот наши ссылки, вот наши причины, из-за которых мы в это верим. Вы же предоставьте свои контрдоказательства, если вы правдивы. И когда человек делает это искренне и добросовестно, тогда более сильные доказательства должны убедить его, верно? Верно. Коран уверен в этом. В Коране также говорится, «Ведь если бы он был не от Аллаха, то они нашли бы в нем много противоречий и ошибок». Он дает тебе тест на фальсификацию. Я понимаю. Он говорит, «Смотри, если бы это было не от Бога, то ты нашел бы противоречий и ошибки». Тот факт, что ты не находишь этих противоречий и ошибок, означает, что это, вероятно, исходило не от человека. Хорошо. Это не рукотворное дело. Я понимаю. И есть много других факторов. Знаешь, я хотел бы отметить одну вещь касательно взросления Великобритании. Конечно, школьная система делает определенные вещи с большинством людей. И особенно, если вы пойдете по научному пути. Да, она социализирует вас к циентизму. Хорошо. И циентизм понимается, как признание науки единственным действительным способом установления истины. Верно. Или реальности. И проблема с циентизмом, если вы просто посмотрите на этот термин и лежащую в его основе философию, то на самом деле это неправильное использование науки. И наука, она как бы очень ограничена, у нее есть определенные рамки. И суть на самом деле заключается в том, что вы изучаете, как устроен мир. И основополагающий принцип науки заключается в том, что не существует неестественных объяснений. Верно. Каждое объяснение должно быть естественным объяснением. И это также его ахиллесово бита. Это ограничение этого инструмента. Потому что если вы ищите что-то сверхъестественное, наука, это не сработает. Да. Потому что есть основополагающий принцип, который это исключает. Хорошо. И одна из вещей, от которой мне пришлось как бы отучиться, была концепция, к которой мы привыкли. Или к которой нас приучили. Что наука привлекательна, и мы ей открыли все эти вещи. Она работает очень хорошо. Верно. С ее помощью мы можем сделать множество прогнозов, мы можем применить ее и использовать в медицине и так далее. Чем бы ты ни занимался. Да. Но это не значит, что науку можно использовать повсеместно. Мы не можем использовать ее для всего. Да. И научиться различать эту структуру и определять, где мы можем ее использовать, а где нет, это действительно важная вещь, к которой нам придется прийти. Верно. Итак, одним из примеров могут быть такие вещи, как эстетические вещи. Мы не можем использовать науку, чтобы рассказать о таких вещах, как красота или ценность, как моральные ценности. Верно. Или даже моральный выбор. Наука не может сделать такой выбор. Хорошо. Например, если ты говоришь торт, наука может сказать тебе ингредиенты, указать, как долго ты будешь его печь, а также весь процесс. Да. Но она не может сказать тебе, для чего нужен этот торт, почему он был сделан. Знаешь, она может сказать тебе, что на нем есть надпись с глазурью, и эта надпись означает «этан». Но наука не скажет тебе, что тот, кто испек этот торт, был для того, кого он любит. Здесь есть более широкая картина, которую ты не найдешь в науке. Верно. Верно. Так что сегодня мы настолько социализированы на то, что как, стало совпадать с почему. И это неправильно. Итак, вы, ребята, люди, моральные агенты, у вас есть способность ценить вещи, как ценность друг друга и ценность окружающего мира. Да. Эти вещи, которые вы не можете закрепить в материализме. Хорошо. Верно. Ну а за пределами материи есть что-то, что закрепляет эти вещи. И у меня был очень долгий путь. Я один из тех людей, о которых говорил Аббас. Поскольку вы входите в эту область, она становится вашим образом мышления. Но на самом деле в действительности есть более широкая картина. Конечно. Итак, чтобы узнать ваше «почему», почему вы здесь, какова ваша цель. Да. И как следствие этого, куда вы идете. Потому что, знаете, я вроде как дуалист. Я не думаю, что мое тело – это я. Хорошо. Есть что-то помимо этого. Верно. Верно. Есть много причин задумываться об этом. Я понимаю. И многие культуры придерживаются идеи, что в человеке есть что-то, что переживает процесс смерти. Да. Это действительно, это очень большая тема. Конечно. Да-да. Это большая тема. Так что подобных вещей много. Но ключевым моментом является то, что большинство людей злоупотребляют наукой и создают из него повсеместный инструмент для определения всех вещей и всей реальности. Да. Я думаю, если ты сделаешь это, это приведет тебя в темное место. Я собирался сказать раньше, потому что именно это я сказал своему другу. Мой друг тоже религиозен и... Чтобы вести тебя в курс дела, его друг, кстати, мусульманин. Да. Но это, как ни странно, это мой другой друг. У нас действительно разнообразная группа. Да, но в любом случае этот друг... Итак, мы говорили, и я сказал ему, что, на мой взгляд, интересно, так это то, что многие вещи в науке основаны на теории. Я полагаю, вы можете приравнять теорию к вере, как у вас есть в религии. Знаете, я полагаю, вы можете смотреть на равной волне. Я думаю, дело в том, что наука определенно является полезным инструментом. Да, она действительно помогает нам понять, как работают вещи. Я думаю, что многие теории очень хорошо известны. Я не хочу как-то опрокинуть науку, но я думаю, что наука это великолепный инструмент, данный нам Аллахом. Да. Для того, чтобы изучить для себя мир. Да. Но я думаю, что точка зрения доктора Ямарана заключалась в том, что, поскольку она действует на основе аксиомы философского натурализма, мы не можем использовать этот философско-натуралистический инструмент для объяснения метафизического. К примеру, он сказал смысл любви, значение привязанности. Знаешь, почему, когда твоя мама становится пожилой, ты должен заботиться о ней? С научной точки зрения она стара, она не может ничего производить, обеспечивать или делать что-то. На самом деле, отдавать ей ресурсы было бы вообще нелогично. Верно. Но определенно мы так не думаем. Да, да. Так что же это такое, знаешь, за гранью этого физического, чистого научного анализа? как сказал им Ран, что выходит далеко за рамки этого, что-то метафизическое, на которое мы не можем ответить с помощью науки. Да. Ты читал или слышал о Томасе Куне? Извини, скажи еще раз, Томас Кун. Нет, я так не думаю, нет. Я думаю, он был физиком, потом он занимался философией. Верно. Он написал книгу о научной революции. Если суммировать его книгу в одном предложении, то по сути, то, что он пытался сказать, это касается твоего пункта о теориях. Да, да. И он говорит, что путь того, как меняется наука и способ усыновления теории заключается в том, что среди ученых должен быть консенсус. Да. Что такое образ мышления насчет конкретной вещи неправильной. И мышление меняется. Так что это почти как социальная инициатива. Но по сути, тебе приходится ломать основную догму, которая сформировалась из определенного мышления. Да. Есть много вещей в науке, в которых есть догмы. И чтобы их сломать, тебе нужно предложить немало усилий. К примеру, теория устойчивого состояния. Она преобладала до 1940-х годов. А потом это изменил Эйнштейн. Есть много примеров такого рода. И он говорил, что выводы, которые мы делаем, наблюдая за определенными явлениями, основаны на предварительной теории, которые говорили о них. Но если мы изменим нашу предварительную теорию, наши выводы также изменятся. Хорошо. Знаете, есть такое выражение, если вы измените свой взгляд на вещи, вещи, на которые вы смотрите, меняются? Да, да. Буквально это этот случай. И ты можешь это увидеть. Интересным примером может быть... Я приведу тебе социальный пример. Если бы где-то там было общество людей, мужчины которых высоко живут на деревьях, верно, и одеты в шелках, и в золоте, а женщины сидят на земле на лесной подстилке, в поисках ягод и носят что-то вроде мешков. Если бы мы посмотрели на них, то сразу бы подумали, эти мужчины очень привилегированные. И как они могут поступать так с этими женщинами? И затем, когда вы приходите в это общество и разговариваете с ними, они говорят, на самом деле мы верим в то, что находиться рядом с землей, это на самом деле привилегия. И есть из продуктов природы, это привилегия. А те люди на деревьях ниже, потому что они отстранены от этого. И их держат вдали от этих щедрот. И это показывает, что то, что мы понимали под, ну знаешь, привилегией и статусом, было совершенно неверным. Это зависело от того, что думали эти люди. И так, мы можем наблюдать одно и то же явление, но прийти к двум разным выводам, в зависимости от нашей точки зрения. Да, и эта аналогия также применима к научным наблюдениям. Хорошо. Итак, если ты посмотришь на данные, в зависимости от того, кто смотрит на них и какие у него предубеждения, вы можете прийти к разным выводам. Да, и именно поэтому наука является очень социальной вещью. И если не изменится общественное мнение о том, что может быть, а что нет, или как мы можем подойти к этому, наука не изменится. Да, и есть замечательная книга «Структура научных революций». Хорошо. Томас Акуна. Я взгляну на неё. Я очень рекомендую её. Да, спасибо, джентльмены. Это было очень интересно. Было приятно познакомиться с тобой. Было приятно познакомиться с вами обоими. Спасибо вам большое. Ты родом из Англии, Илья. Итак, как ни странно, я родом из Уольса. Из Уольса. Да. Да, твоя семья, Илья. Итак, моя мама англичанка. Мой отец валиец. Хорошо. А мой дед ирландец. Так что я получил довольно много. Это потрясающая смесь. Ну да, так что я приехал издалека за хорошими дебатами. Что ж, я думаю, это больше, чем просто дебаты. Правильнее будет назвать хорошая дискуссия. Дискуссия, безусловно. Я думаю, что дебаты обычно означают, что мы как бы упрямо стоим на своем. Да, и мы не хотим понимать друг друга, откуда мы сходим, то есть, не знаю, я не считаю это очень продуктивным. Нет, очень похоже на то, что, вероятно, происходит там. Мне очень понравилось, джентльмены. Это было здорово. Нам нужно уходить, потому что мы собираемся пойти пообедать. Было очень интересно. Приятного аппетита. Это было фантастически. Приятного обеда. Хорошего вам дня, ребята. Позаботьтесь о себе, хорошо? Увидимся. Ну тогда пока. Ассаляму алейкум, братья и сёстры. Это автор канала Призыв Дауа. Я хочу обратиться к вам с просьбой поддержать мой канал финансово. Благодаря вашей поддержке вы станете причиной для наставления людей на прямой путь. Тем самым вы поддерживаете исламский дауат. Аллах наградит вас за это. Ассаляму алейкум.